Потому что она касается каждого, независимо от того, строят его бизнес, либо мы пришли в компанию пользоваться продуктами. Ну что ж, давайте с вами еще раз познакомимся. Меня зовут Гидарий Самохин. Я являюсь партнером компании LER. Сотрудничаю с компанией уже свыше 5 лет. До этого был предпринимателем, владельцем компьютерной компании. Благодаря возможности, которые дает компания LER, мы с женой продали ей собственный бизнес. И уже последние 3 года, можно сказать, мы наслаждаемся тем стилем жизни, который может дать компания LER каждому из вас. Поэтому то, что вы сейчас услышите, это будет очень важной информацией вообще. Скажите, пожалуйста, кто сегодня на школе впервые? Есть у нас такие ручки? Ага, давайте поддержим их. Кто из вас еще не является партнером LER? Есть такие ручки? Несколько человек тоже есть. Отлично. Ну вот, смотрите, тогда, о чем я хотел сегодня поговорить с вами, для того, чтобы достичь успеха в компании LER, есть определенные правила. И называются они 3 золотых правила успеха. Кто их вообще знает? Ага. А кто первый раз слышал? Вопросы к спонсору сражали. Александра. Почему мои партнеры? Почему мои партнеры? Ну я забыла, наверное, просто. Сейчас вспомню. Следующий. Итак, первое правило какое? Давайте все вместе спорим. Пользоваться продуктом. Пользоваться продуктом? Ну это, конечно, все знают. А ты кто пользовался продуктом? На этой неделе у меня была такая запоминающаяся презентация с кандидатом, который пришел чисто на бизнес, хочет прийти, вернее, на бизнес. Ну что у нас получилось? Но когда я пытался донести вот эту тему, слушай, давай сначала посмотрим, чем занимается компания, какой продукт она производит. Ты мне сразу расскажи, где деньги. Мне по барабану, какой продукт, я не буду им пользоваться. Кто-то, опа, у меня колокольчик здесь. А зачем мне нужен в команду такой партнер, который не ценит продукт, который у него чисто вот, он еще деньги не очень таким позивным словом на B назвал, что его можно зарабатывать где угодно. Следовательно, вот та тема, которую сейчас сама Раслависа давали, она очень-очень-очень важна. Скажите, пожалуйста, кто пользуется продуктами, ну так скажем, уже на постоянной основе, свыше 20 и более продуктов у вас каждый месяц в ассортименте есть. Ага, ну это практически половина зала. Давайте вот мы оставшейся половине зала скажем, почему важно выполнить вот этот первый пункт. Кто готов ответить на этот вопрос? Чтобы верить в продукт. Чтобы верить в продукт. Чтобы не признавались. Чтобы знать. Чтобы знать. Чтобы он выглядит. А с радостью не будет. Потому что он просто нравится. Потому что нравится. По фюме тебе нравится, Антон Большой? Лицом продуктом быть. Лицом продуктом. Вот я лицо продукта. За минус 10 килограмм очень хорошо себя чувствуете. Какого же уровня продукта, такого же качества в магазинах 2-3 раза дороже. Лично сравниваю. Экономия. Экономия. По себе хочу сказать. Когда пользуешься и говоришь чувства. Не эмоции. Не эмоции. То есть он нам... Пальше. Чувства какие, что именно это ощущает. Он не говорит, на что это может повлиять. Как это получит результат. Именно твои ощущения. Хорошо. Когда в вашу группу приходят новички. Вот пришел партнер, стартан на бизнес. Какую задачу вы перед ним в первую очередь вообще ставите? Их понятно, что несколько. Приобрести продукт для себя. Проходить продукт. Нужно ли ему вообще? Еще такие идеи. Приобрести продукт для себя. Понять, зачем это ему? Зачем это ему? Уже сказали, да? Знаешь, что интересно. А вот он уже начал действовать. Вот что-то уже... Получить результат. Спасибо большое. Получить результат. Это один из важных моментов, которые я ставлю для новичка. Потому что не секрет, что... Не каждый выдерживает длительную дистанцию с сетевой маркетинги в течение первого года. Кто-то отказывается от той мечты, ради которой пришел. Следовательно, ваша задача сделать так, чтобы человек получил результат. Вот у меня за пять лет было много партнеров, которые строили бизнес. Которые активно пользовались продуктами. Было два лидера группы. Две лидерские группы, которые дошли до политкассы. Лидер группы с 16 тысяч баллов. И потом по каким-то моментам передумали, строить бизнес дальше. И мотивировали они это тем, что по разным причинам и были камни в сторону тот же продукта. Как по цене, так и что-то. Вот какие-то вопросы были. Но история показала следующее. Его команда уже не занимается бизнесом. Но по итогам месяца я смотрю, и он сам, и его команда приезжает. Я вижу у кого-то 50 баллов, у кого-то стол, у кого-то еще больше. О чем это говорим? Продолжение пользуется продуктом. Люди продолжают пользуются продуктом. Это действительно то, что нужно каждому человеку. Еще что тот партнер, кандидат сказал на той встрече, что... А есть ли у нас пассивный доход? Я делаю выбор между компанией LR и одной для меня это пирамидой. Где вот чисто... А чем занимается компания? Я ему пытался дать все видения, что такое компания LR, для чего, что она ему может дать. Чисто финансовая пирамида, которая... Я спрашиваю, ну продукт-то какой? Инвестиционный. Поясни, что значит инвестиционный. Компания инвестирует деньги, и он меня спрашивает, а ваша компания LR есть пассивный доход? Я говорю, а определенный уровень маркетингового плана он есть. Кстати, вопрос. Какой это уровень карьерного плана, и есть у нас пассивный доход? Серебряный лидер. И у них пассивный доход был следующий, ребята. Я вкладываю в компанию 1 тысячу евро, и каждый месяц получаю доход. Это пассивный доход. Пассивный доход, я вас спрашиваю, ну слушай, имею в виду, что есть опасности закрытия данной компании в ближайшие 3 года, поэтому будь аккуратен. Следующий пункт. Посещать школы, вебинары и обучаться. И параллельно давайте сразу закроем следующий пункт. Каждый день общаться с новыми людьми. И вот я сейчас хотел бы пригласить одного партнера. Он уже знает, что я его сейчас вызвал. Его зовут Матемов Юрий. Вера, можно тебя на сцену? Коротко представлю вам Юрия. Мы познакомились с ним так и так 12-й год. Этот зал, бизнес ЛР. Команда Юрия тогда очень хорошо двигалась. Его вошедший спонсор активно строили бизнес. Но потом по каким-то причинам они перестали заниматься бизнесом МЛР. И Юрий в том числе. Сколько лет тебя не было? В 13-м я ушел, а в 16-м в конце я вернулся 3 года. Вот вопрос, Егор, сразу к тебе. Зачем вернулся и... Что тебе здесь надо вообще? Что пришел? Что пришел? Что пришел? Сложно стало. Сложно стало, да? Вспомнил одно обучение генов, когда он сказал, что вас замотивирует то, если вы загоните себя в ян. За 3 года я понял то, что я оказался довольно глубоким и ян, и перспективы в ближайшее время, и длиннострочные, и очень не крутые. Ты уже что-то закончил, какое-то образование? Высшее образование красного школа. По специальностям? Финансовый менеджмент. Молодец. Да, можно по... Почему я Юрия пригласил? Потому что у него сейчас очень хорошая динамика, у него очень хорошие показатели бизнеса, эмоциональное состояние. И интересный еще момент был такой, что когда Юрий вышел ко мне на связь, верхние-то спонсоры уже отвалились. Какой вопрос ты мне задал тогда? На каком этаже обучения? Он просто спросил сначала, Виталий, а ты еще в ЛЭ? Ты еще занимаешься тем же бизнесом? Отметьте, пожалуйста, вот этот пункт для себя. Потому что когда мы с кандидатами встречаемся, проводим презентации, ключевой момент будет. А будете ли вы сами в бизнесе ЛЭ через энное количество лет? И я Юрию ответил, да, конечно, я здесь, в бизнесе ЛЭ и так далее. Но что я хотел спросить у Юры. Вот за ту неделю Юра мне поделился теми вещами, которые стали происходить. Я получил в двух словах, да. Что у тебя произошло? Там не вся неделя, там получилось именно четверг-пятница у меня в кардинальных днях. Я просто начал уделять всей работе дольше времени, порядка шести часов в день. Здесь не ставил цель ни по звонкам, ни по встречам, просто в течение шести часов активно работал. Получилось так, что сегодня здесь два человека со мной приехали. Сегодня вечером одна встреча, за последним два дня четыре встречи были проведены. Завтрашний день расписан по встречам. И в главной следующей неделе тоже уже забито. Можно вопрос сразу? Что послужило тем толчком, что ты стал активно действовать? Вот потому что вот что-то ты уже несколько, ну два месяца назад, по-моему, вернулся, да? Я вот тебе в начале ноября, в конце прошлого года вернулся. И вот что-то мы с тобой пытались, а вот сейчас наконец-то случился прорыв. Ну что послужило вот этому толчку? Здесь нескольких моментов было. Первое – окружение. Когда вернулся, я более плотно сейчас начал общаться с Виталиком, с Аликом Кучевин, с Антоном Головатиком начали общаться. Плюс обучение. Вот эти два пункта вкупе за несколько месяцев копились, 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 копились. В один момент стакан перетолонился, ну и просто это вырвалось. Я по-другому не могу сказать, не было плечевого события, которое я перечелкнула. Это просто нарастающие швы, и все. Ты сейчас работаешь с холодными контактами, с теплыми, про успехи, как люди относятся? У меня список 50 контактов сейчас, хочу его за февраль закрыть. Люди относятся, вот что странно было, хочу сказать, очень многие мои знакомые боятся сказать на свой номер телефона, чтобы я просто им позвонил. И здесь для меня непонятно, я этих людей знаю, на сколько лет уже многих, я могу слушать, есть предложения. Погодите, ты ему лично говоришь? Нет, я через соцсети, потому что у меня 500 человек, у меня нет 500, провел в запускной книжке. Просто 500 моих знакомых, которые я видел, знал, учился, работал. Отмешу, так и так, есть предложение, должны тебе деньги. Я говорю, дай свой номер, хочу с тобой пообщаться, нужно сказать, писать долго, нет времени. И вот здесь, так сказать, есть очень сообразительные люди, которые сразу начинают мне говорить, что я занимаюсь фигурой, хотя я ничего не сказал. Либо просят, допиши здесь в двух словах. То есть для меня это было открытием. Я просто имею в виду открытия, что это мои знакомые, которые в принципе мне доверяют, и они боятся мне даже номер дать свой. Желаю? Хорошие знакомые. Соответственно, я это не так понял уже. Естественно, просто для меня вот это очень странно, что если у меня просят дать свой номер, я просто даю, звони, без проблем. Спасибо большое. Спасибо большое. Помогите, пожалуйста, у меня было в городе Курске, когда я приехал проводить мероприятия для своих партнеров. Обещали они, ну мы зал там сделаем, ого-го, я аренду, они охватили, все. Мы приезжаем, с супругой приехали в Курск. А тот масштаб, который они нам обещали, лидеры, наверное, меня понимают, то есть, по-народу в зале не так много. И у человека, который вот ключевой партнер, это было, знаете, такое проверение, что то окружение, в котором я общался, оно, я не построю с ним свое будущее. То есть, он просто перешел нас, все, надо выходить. Спасибо, ИВР, мы начинаем сейчас новую жизнь. И спасибо большое, Илья. Давайте еще раз поддержим. И это не правило, это я говорю для тех, кто только делает свои первые шаги в бизнесе. То есть, это именно правило, а не рекомендации. Запомните эти три пункта, потому что именно они, действия, сделают вас очень хорошими, успешными партнерами в бизнесе. Итак, у нас сегодня очень много будет в ближайший месяц новых данных. И мы сейчас с вами давайте вот об этом тоже и поговорим. Но перед этим я бы хотел вас вернуть на начало. Почему я пришел в это? Мне нужна будет одна девушка, которая красивой почерпе напишет, что мы сейчас будем генерировать вместе в зал. Все, готов. Девушки. Тарик, а почему девушка? А почему девушка? А давайте Антона попросим. Антон, можно вас? Пожалуйста. Давайте Антона подержим. На самом деле, люди работают всегда на сцене. Когда кто-то из Питерова говорит. Что-что? Что же привык? Я могу против. Он может. Это же все, что я буду делать. Итак, обратите внимание на вопрос. Не для чего я пришел в ВВР, а почему я пришел в ВВР. Это, заметьте, разные будут такие ответы. И так, кто-то когда-то из вас принял решение в ВВР. Вопрос, почему вы это сделали. Итак. Виталий, можно рассказать о себе, да? Не, да не, коротко. Не, не о себе, а почему я пришла. Не о себе. Да не. Значит, первый пункт, который я для себя четко осознала. Я с другой компанией, у меня есть с чем сравнить. Вообще-то я спиной стою. Можно выйти? Да, давайте. Давайте, пожалуйста. Первый пункт, который я для себя посмотрела и увидела, это система привлечения. Четкая система привлечения. Не надо ничего выдумывать. Это первое. Второе, это четкая система обучения. То есть вебинары, у меня, знаете, складывается впечатление, что вся компания одновременно держит у нас руку на нашем пульсе. Есть у кого-нибудь такое ощущение? Есть. Супруг мне мой говорит, слушай, я не понимаю, какие-то бесконечные вебинары. Ты отойдешь уже из компьютера. Что там у вас происходит? В нашей команде. Не важно. Я думаю, что в любом случае есть чего учиться, и в YouTube можно посмотреть, да, в нашей, не в нашей. В любом случае система здесь четкая и работает. Значит, система привлечения, система обучения, система спонсирования. Система спонсирования, ну, я просто, вот, знаете, прямо вот нахожусь в таком состоянии, эйфории. Мне очень повезло. Наверное, просто вот чем-то заслужило иметь такого потрясающего спонсора, который, ну, вообще, вот, готов помогать. Ну, вот, даже не знаю, 200, 200 процентов, 300 процентов система. И мне тоже повезло, представляете. Вот, слушай, это так. Вот. Система спонсирования, то есть для меня это тоже очень важно. Я знаю, что такое работать без наставника. И теперь я имею большое счастье иметь возможность работать с наставником, да. Система спонсирования и система мотивации. Знаете, я просто вот вообще в восторге от системы мотивации. За месяц работы столько получить подарков. Это просто, я не знаю, и коктейли, и батончики, и вот этот алоэ бокс, и парфюм, и, в общем, просто я понимаю, что на 7 тысяч я только подарков получила. И, слушайте, это не в каждом, не в каждой сетевой компании, чтобы за первый месяц можно было столько подарков получить. Поэтому система мотивации. Вот это мои 4 пункта, от которых я в восторге, когда представитель Кустов у меня спросил, почему ты приняла решение. Я вот это ему сказала, он говорит, ну да, это реально. Вот просто спасибо вам. Я очень понял, почему он принял. Тогда вот это очень важное решение. Амара, почему? Я искала для себя возможность... Я работала с лампом, с лампом, с очень большим количеством времени. У меня уже на тот момент, когда я приходила туда, была в телостроить деток, и я всегда искала для себя возможность сочетать гармонично и работу, которая у меня с удовольствием, и, ну, даже, может быть, знаете, и работу. Я никогда не искала работу ради работы. Потому что есть муж, чтобы не дать в голове, слава богу. А вот есть квартира в своей области. Поэтому сказать, что у тебя какая-то нужда была, нет. Хотелось сделать что-то, не знаю, что не ценное, принести эту ценность в другую жизнь, в целом или для себя, в целом или ценный. Разменивая свою жизнь на работе по нами. Я не говорю, что это сложное, просто та работа, которую я делала, это был неосознанный, это, может быть, выбор в молодости. И эта работа не доносила до того морального удовольствия, которое я искала от жизни. Вот просто таки гармонично сочетать семью, детей, своё личное пространство, быть полезной. Вот это всё у меня сподвигло прийти в ЛЭД и принять решение. Причём это решение было довольно-таки взвешено, я долго дома принимала, оценивала, опирала. Ну не компания, а просто искала свой путь. И я никак не пожалела, что приходит в компанию. И я понимаю, что здесь есть все вот эти грани того, чего я вообще, о чём я думала и не искала. Спасибо большое. Для этого времени давайте поделитесь на пары. Скажите вашему, пожалуйста, партнёру, который сидит рядом с вами, почему вы пришли в ЛЭД? Давайте вот у нас одна минута на обсуждение. Чего он пришёл в ЛЭД? Какой же полезный? Всё то же самое. Вот, 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 вот то же самое. Здесь серьёзно. Всё вот моими словами. Тут даже обсуждать мне ничего не надо. Вообще не надо. Я это всё сначала долго присматриваю, смотрел, что есть в компании вообще. Вот когда я вот это всё увидел, вот тогда я пришёл и зарегистрировался. Ну, из-за возможности, конечно, уже что-то, что-то для себя и не что-то построить своё хотелось. Спасибо. 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 а ты для чего пришел признавайся быть полезным вести добро людям непоправимые давайте то что говорил друг другу пожалуйста перечисляем маркетинг план я когда увидел в маршруте плани 50 миллионов рублей ежегодно я прям все все мои любви я сказал я буду только здесь еще какой-то автопрограмма наследство окружение спасибо большое спасибо большое по итогам сегодняшней школы ребята обсудите со своим пожалуйста монсором у вас почему я пришел в ОВР почему я принимаю это решение для чего это нужно мы похоже вернемся на это итак следующее височек можно перевернуть то есть зачем нам это нужно для чего я пришел в ОВР для чего я пришел в ОВР кто для чего давайте пожалуйста вот тоже самое пожалуйста я пришел в ОВР я пришла для того чтобы долго жить в ОВР отлично отлично спасибо 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 грамот я скажу для чего я лично пришел в ОВР да и это для меня вот я сейчас поделюсь с Мариной знаете получилась стратегия жизнь да вот жизнь на стратегии я называю для себя его полису жизни ну баланс что какие моменты для меня лично важны возможно у кого то тоже это не первое это здоровье я себе прописал эти вещи глобальные на 10 лет вперед и то, что я увидел в этом я увидел, что они у меня все перекликаются друг с другом и ЛР, оно здесь, знаете, плавным, связующим цементирующим звеном это второе, личностное рост что мне важно для себя я это здесь получаю, я это вижу как это мне дает подпитку потом семья, отношения с родственниками, с друзьями бизнес отличный бизнес, который мы можем выстроить, который нам дает не просто финансовую свободу а которому мы можем зарядать по наследству, в котором мы можем развиваться бесконечно в любой стране в рамках разумного финансовая свобода наверное каждого из нас беспокоит мы зачастую из-за отсутствия денег не можем реализовать какие-то свои вещи, даже банальные подвиг развлечения кто не хочет отдыхать мы можем здесь получить это верное да и многие ребята, видите, партнеров этот пример то окружение замечательное, которое мы здесь получаем это люди, с которыми мы вместе растем у которых берем пример, учимся с которыми мы вместе отдыхаем, дружим у нас, я хочу сказать, почти 3 года друзья, столько было, сколько у нас летло до предыдущих 20 лет да, и мы там вместе какие-то праздники встречаемся, ездим друг другу в гости вот, и то, что я здесь вижу это вот духовный рост какой-то, да, творчество я могу развиваться в этом направлении вот такие мои какие-то глобальные вещи я думаю, может быть, кто-то для себя что-то здесь спасибо, дорогие поделки скажите, какие ваши цели для чего вы пришли сегодня сюда для чего вы это делаете итак, одна минута время пошло ну, я уже сказал, да, что я это делаю 50 миллионов в год это для меня вот цифра такая что ты делаешь и для своих детей и ты делаешь будешь не делать ни для кого ну, это все а ты для чего здесь для чего ты это все делаешь что-то преследуешь какие твои цели зачем ты продаешь продукцию, компанию для здоровья, для личного роста что-то случилось я такое же я 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 Продолжение следует... 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 И консалтин был, да, чтобы вот, для меня это уже, пэм, 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 колокольчик. Потому что человек, который, я не пишу видео, но не хороо. Заработал, первый миллион был очень беспечный человек. Саша клиент в конце 90-х приехал, и вот сам, своей головой, своим разумом, сам себе съел. И когда этот человек говорит, я закрыл 5 бизнесов, чтобы вот, и показывает просто каталог. Давайте мы с тобой сейчас посмотрим. Знаете, отношения мои. Мне хотелось его просто перевернуть. Я уже сказал, Генрих, я уже здесь. Ты мне просто скажи, почему. То есть в моем случае это первый был Генрих. Что мы дальше супругой ответили друг к другу? Окружение, продукт, надежность компании, перспективы развития, свободное время, бизнес-подключ, финансовый достаток, личностный рост, окружение друзья. Для чего я пришел в ВВ? Будущие дети, автомобиль, хобби, благотворительность, помочь людям достичь своей цели, лучшее здоровье людей, окружение, признание, финансовая свобода, жить отдельно. Я думаю, родители нас не смотрят на YouTube-канале. Они сами об этом мечтают. Школа для сына. Сыне, через полтора года идти в школу, я очень хочу было отдать какой-то очень, знаете, хороший, надежный урок. Смешленный мальчик. Он уже сейчас решает примеры вместе с Сидестрой, который второй класс учится. Вот просто у него мышление, просто урок. И хочется отдать его в хорошую школу, чтобы он не забили его там, не выровняли по средней, да, чтобы он двигался дальше. Что мы будем делать с этими пунктами дальше? Я скажу вам, вот, очень хочется провести планирование цели, потому что мы с командой, с моей вот эти пункты проработали. Мы их проранжировали по системе коучинга, по 10-бабе шкале и нашли тот, тот пункт, ради которого сейчас моя команда начинает активно действовать. Почему? Потому что у нас должен быть какой-то фьюнш. Мы должны делать действия не ради чего-то, а мы должны видеть, когда, через какой промежуток времени и к какому результату мы придем. Почему сегодня утром осталось вероятно? Потому что у меня есть цель. Мы возвращаемся с лидерами саммита, которые пройдем с 18 по 22 сентября в Сочи. Вот 22 сентября мы возвращаемся из саммита и 24-го моя цель. Прибежать первый раз в жизни в московском районе. Это моя цель. И я не просто занимаюсь какими-то тренировками, бегу. Я знаю, для чего я это делаю. Я знаю, сколько мне нужно действовать, в какой тренинграшке бежать, какой нагрели сделать. Потому что если я пропущу эту тренировку свою, я автоматически отодвигаю службу к сексу. Очень хочется дать потом по итогам, я дай Бог здоровья, я делаю все классно буду, все получится. А то, что хочется дать потом эту тему. Потому что я на YouTube канале смотрел. Многие топ-лидеры сетивой компании занимаются как раз активно востоком. Многие из них побежали марафон. Мне очень хочется дать эту тему. Бизнес – это интернет-марафон. И когда мы эту тему с партнерами перевели на бизнес, я показал вот эту точку. А у каждого своя. У кого-то, что получилось с ноября 2018 года. Мы сделали четкий план. Как достичь этой цели. Если это действительно твоя цель, то ты будешь делать действие. Поэтому идея понятна. Просьба в начале марта прийти с готовыми Вашими ответами, чтобы мы не тратили время на это. Почему я пришел? И для чего какие-нибудь цели. А вот на школе попланирование с нами в курсе работы. Хорошо? У каждого должны быть эти пункты. Почему я пришел? Потому что эти пункты нам автоматически нужно передать нашей команде. Итак, давайте теперь к новостям. У нас идет зимнее соревнование. Кто уже близок к финишу? А может быть даже есть те люди, которые уже финишировали. Можно раз на сцену? Да. Еще 200 лет. Давайте под Вашим человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте горячее. Вашим человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ А тут как можно стать победителем зимных соревнований? Да, да, да. Мы станем. АПЛОДИСМЕНТЫ Как раз для Вас эти люди сейчас расскажут, что вам делать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие результаты? Какой новый оборот? АПЛОДИСМЕНТЫ И если есть фонсированный партнёров, то первыми не по вторым. Возвращение к финишу. Ну, собственно говоря, мы уже закрыли оба этапы соревнований. А зарубь там уже где-то 1300-1400. Сейчас посмотрите. Сколько первых линий? У нас двоих уже было 10. Есть. АПЛОДИСМЕНТЫ В этом уже у меня три. Какой совет Вы могли бы дать партнёру, которые хотят выиграть в первом уровне, либо в втором? Мой личный совет. Я надо, конечно, действовать. Понимать, для чего Вы это делаете. Ведь само соревнование, оно, по-другому, знаете… Мне всегда нравятся соревнования. Если это школы. Потому что, ну, какой мужчина не бывает честолюбивым в каких-то спортивных состязаниях. Это в какой-то степени состязание. Но для себя я вижу это ещё как пример для моей команды. Если это я делаю, я автоматически прослирую это своим партнёрам и показываю, как это делать. Когда люди говорят, вот, я не могу спросить, что нужно сделать для наставника. Показать, как это делается. И тогда всё понятно. Если я могу, я могу научить своих партнёров, помочь им это делать. Это как бы первое. А второе, я уже как-то говорил, я получаю удовольствие от нашей работы. Поэтому, получается, как-то всё само собой. Всем рекомендую. Получайте. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжайте делать то, что делаете, и любите то, что делаете. Очень важно. Любовь, свет, гармония. Рассказывайте, делитесь. Я хочу очень многому сейчас научиться у своих партнеров, которые приходят в команду, и у них действительно начинают приходить совершенно другие. Делитесь тем, что у нас есть. У нас есть действительно очень хороший инструмент. Компания дает нам потрясающие возможности, продукты, бизнес. Каждой компании может найти то, что нужно для дыма минимума. Не молчите, не держите этой команде в субботу. Дайте волю, выхода от информации. А уже человек сам захочет возьмем. Всем удачи. Вообще у каждого может получиться. Это не какие-то заобщества, не заобличные цели. Цель. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пыталась ставить цели. Цели. Я знала, что это должно быть в следующем состоянии. Я хочу. Я хочу. Я готова. Потом уже приходят цели. И вот это уверенностью у тебя такой стержень перед продукцией компании в Санкт-Петербурге, в описании, в Великобритании. Ты спокойно с ними общаешься, дающие на себя, и каждый находит своё в эту компанию. То есть не обязательно вот какие-то вот есть у нас инструменты, ты просто находишь своё, и наше, и с этим покояешься. Должно быть своё в этом мире. Я, я подсовываю, я хочу. И тогда уже получаешься. И ты можешь делиться этим, и люди, и учусь, как бы свободно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я тоже выполнил эти условия. А тебя что хочу добавить. Сегодня у нас 18-го числа, через 5 дней, мужской праздник. Женщины знаете про это? Конечно. Красиво вам, начальник. Это очень хорошие моменты, потому что каждая женщина, задумывается о том, что же подарить своему мужчине. У нас есть потрясающий подарок, у нас есть потрясающая акция. Вот, бальзам, пусть, и мытья. Скорее, 500 с хвостиком, сейчас по акции 500-200 баллов. Потрясающий, на основе головой пера, который тоже мужчина оценит. Есть большое количество других подарков. Есть парфюм Брюс Уиллис по привилегии. Тоски очень хорошие. Поэтому нам есть, что просто сказать людям, да? И выполнить этот подарок. Итак, давайте теперь по плану. Приготовили, пожалуйста, ручки. Давайте мы сейчас будем по большей среде. Итак, ближайшие наши планы. 21-го числа в авторе с 18-го до 21-го. В этой аудитории пройдет последний тренинг, хорошее самочувствие до фестиваля здоровья. Стоимость всего 500. Кто уже проходил тренинг? Ага, большинство. Если кто-то еще вы мне проходили, это не то, что касается, даже я сказал, бизнес-тв. Если вы реально хотите улучшить свое самочувствие, здоровье, понять вообще, как функционирует организм ваш, желудочно-кишечный грант, как улучшить самочувствие свое. Приходить, это будет очень-очень полезно, потому что этот тренинг будет давать большой-большой профессионал, как в бизнесе, так и в личной жизни. Генри Фернер, который собственными результатами дал 96-ти долг, 70-ти, то есть 68-ти. Айронмен стал 3-й, Атоном заниматься стал человек в практике. Он расскажет, как вести здоровый образ жизни. 21-го числа. Стой, пожалуйста, все, кто не проходили, смогут участвовать в фестивале. Все, кто в этот тренинг хорошее самочувствие не проходили, смогут купить билет на фестиваль. Нет, фестиваль только в первую часть. Мы сейчас об этом дальше поговорим. Итак, 21-го числа тренинг хорошее самочувствие. 25-го числа. У нас в следующую субботу здесь не будет школы. Смотрите, прожидая систему, на сайте системы 21 у нас пройдет кэш-флог. Пройдет он на повестке Сирокковской в отеле Татьяна, где мы уже однажды были. И в течение, я думаю, 3-х часов мы с вами очень активно-активно работаем. На мерклейте будет платная, 180-500. Но что вы за это мерклейте сможете сделать? Кто уже знает, что такое кэш-флог? Игра. Денежный поток. Может, да? Денежный поток, вроде Татьяна Сахар. Это отлично. Тогда вы уже знаете, что это такое. От себя хочу сказать, что первый раз я в кэш-флог познакомил с вами лет 10-15 назад. Меня пригласили. Слушай, а как вообще к теме финансовое существование? Ну, в принципе, эмиральный директор, это нормально нормально. Не, я не про это. В личном понимании. Приходи, протестируем тебя. Ребята, я обойтурнулся через 10 дней. Реально. Я не понимал, что происходит вообще. Как я так буду с последованием. Потому что я не делал ни в бюджет. Люди, вроде и есть, пошел, взял. То есть кофе, чек-то новое. Я не знал вообще ни приход, ни расход остаток. Как вообще радио управлять. И не секрет, если мы сейчас дадим, например, вам, миллион долларов, тому человеку, кто прошел навыки кэш-флога, и тому, кто не знает, результат, ребята, будет абсолютно разным. И вы догадываетесь, с какой. Поэтому, сколько, а кто хочет прийти на это кэш-флог? Давайте вот так, поднимем. Вот идет. Да, можно так, правильно. В 11 часов. Смотрите, давайте я хотел бы с вами посоветоваться. Если придет столько человек, сколько было подлинного рук, то мы напишемся туда, нам хватит мест, игрового поля и все прочее. Но если будет в два раза больше, то мы уже прилетим. И будет не очень хорошо, когда люди придут, а мы скажем, извините, а игр у нас мало, и мест больше нет. Поэтому два варианта есть. Либо мы приходим на место, оплачиваем 500, либо делаем заранее предоплату, так же, как на предыдущей статье. Как лучше сделать? В очищании, где-то заранее. Лучше, да, заранее. Заранее. Давайте тогда сегодня можно будет сдать 500. Это первая оплата. У нас сегодня будет много денег, ребята. Первая оплата 500 от башкового. Либо можно будет на сайте системы посмотреть, куда можно будет эту девушку с коричневой. И тогда мы уже четко, вы уже приходите для вас, для этого на место. А сколько будет это? Кого сколько? Около 6-8 столетий. Да, по-моему. То есть не с тобой. То есть человек будет открыт, а с органами билетно расчет. С этим помню понятно. Следующий у нас антисеминар кэш-поум. Очень хороший момент. Привезли сюда друзей своих. Показать у нас, показать то окружение, ради которого вроде как раз, какой-то город. Четвертого марта будет стандартная обычная школа в этом зале. Одиннадцатого марта у Александра уже спрашивала в фестивале здоровья. Обратите внимание, с 11 до часу это мероприятие пройдет для гостей. С 11 до 16 пройдет для менеджера, хорошего самочувства, который проходил тренинг. Итак, у нас есть такая листовочка под компанией. Давайте посмотрим, что такое, что за фестиваль. Пройдет он в Олимпе Кателе. Создает из двух частей. Первая часть с 11 до часу. Это мероприятие для гостей. Вот это длинный птицат. Можем просто подносить? Просто партнер, который не прошел тренинг хорошее самочувствие, может приобрести вот такой билет. Стоимость его 350. Он на две персоны. С собой можно еще бесплатно взять одного человека. Понятно? Это гостевой билет. Здесь не нужно быть менеджером. Это для тех, кто хочет узнать про здоровье, про здоровый образ жизни. Это 350 на 20 билетов. То есть на два человека. Что входит? Полезность, здоровье, лучшее. Молодей научить, как память питаться. Будет презентация программы «Хорошее самочувствие. Крутый год». Выступление тренеров, менеджеров, признание лучших тренеров. В зале перед началом будут работать точки замера разных показателей здоровья. Презентация, дегустация программы для «Хорошее самочувствие». Ребята, там будет просто энергия. Ребята, касательно пусты, мы будем 10 метров не интересовать. Ребята, что вы играете, нас с вами ожидают. Для менеджеров «Хорошее самочувствие» будет продолжение. Здесь мы прощаемся с гостями. Спасибо вам большое. А теперь мы уже о том, как продвигать нашу идею здорового образа жизни в массы. Будет говорить с менеджеров с 14 до 16. Здорово-деловой ланч входит в форме с билетом. И дальше уже будет круглый столовик вопросов, ответов, как эффективно работать с этой программой. Мест на фестивале немного, буквально 200-250 сайтов. Как вы думаете, почему? Потому что может быть бесконечно. Чтобы эффективно продавать. Потому что у меня есть списки менеджеров, которые прошли тренинг «Хорошее самочувствие». Вероприятие будет проходить для целевой аудитории. Для тех, кому интересно узнать об этом больше. Если человек не занимается здоровьем, не принимает пятилиги или аллогеры, он не занимается здоровьем, вообще не проходил даже тренинг «Хорошее самочувствие», зачем ему туда приходить? Правильно? По-моему, достаточно понятно. Следовательно, если вы проходили тренинг, то вы в этих списках есть. Вы сможете после мероприятия, мы скоро заканчиваем, приобрести билеты по 750 на себя одного. Если есть желание приобрести еще по 350 для тех, кто хочет прийти с вами на первую часть. по 750 для тех, кто не может привести, это только для себя. 12 марта на следующий день нас ждет ребята потрясающий форум. Потрясающий форум, потому что вот это еще не полная даже листовка. Нас ждет потрясающий состав спикера. Пять партнеров, топ-лидеров компании «Лэф» в квалификации «Серебродные и вышли». Пять партнеров, которые достигли финансового благополучия благодаря предложению «Лэф». Они нас будут обучать и делиться своими навыками и знаниями. Генри Херман, партнеров в статусе «Президент». Везем, Андрей, специально прилетает из Таиланда на это мероприятие. Успевая специально, блог подстроил так, чтобы ему вместе с нами жить. Представляете, как он классно с нами поделится вообще. С вами эмоции, когда человек просимовал в стране. Да, преть заходил и там. Блин, да. Рассказывает еще о последующем. Лидеры Казахстана. Куандык назвали Анаханбетова. Кто лидеры Казахстана? Вы знаете, что Куандык, он профессор, он доктор нау. Он большой-большой профессионал. Те, кто были на сайте, были здесь, есть партнеры, которые были на сайте. Немного, да, раз, два, три-четыре, да. Они там с Наталья лежали в последующем время. Как они работают в команде, как они коллективно бизнес строят. Поэтому лидеры Казахстана поддержатся с нами своим опытом. Анастасия Бартулина, тот лидер компании «Лэбс». Предприниматель. И не хватает жертвы спецы, что Руслана Шапира Вашу. Доцент, кандидат экономической наук Казань, который несколько месяцев назад вернулся из Соединенных Штатов, где он прошел потрясающий тренинг по названию «Гообро». Взяли было 200 тысяч человек предпринимателей своего бизнеса со всех стран мира с разных компаний. На сцене Ричард Бэнсон, там, ну, Тони Бровинс там был, там был, да. Тони-то там не был, да. Следовательно, представляете, какой потрясающий форум нас с вами ждет. И вот, жалко, вот цену здесь, вы уже увидели, цена всего 500, ребята, до конца месяца. Мы сделали все возможное, чтобы максимальное количество... Сейчас по коротече, что... Прошлый год было по коротече, но у нас в этот ход нету специального гостя какого-то особенного. Соедущий год был в Казахстане. Собственно, пошел этот лидер компании «Система-207» за хорошие залы с хорошими билетами. Но обратите внимание, спеццена, дешевая спеццена действует только до конца месяца. С марта цена будет уже 800. Поэтому успевайте, пожалуйста, это спецприложение действует до конца месяца. И 12 марта полный день... Это же по окружению успеха, позитива, энергии. Это отель-то. И там, где мы раньше были. В таком масштабе, в таком еще нет. Обратите внимание, у нас в этом месяце не было бизнес-дня, потому что мы весь упор хотим отправить на 12 марта. Ну что ж, друзья, успех не случайный. У нас с вами, что, потрясающий месяц, очень много мероприятий, событий. Ваша задача, либо вы в нашей лодке, либо мы вместе с нами движетесь, мы стоим вверху, либо продолжайте быть своим чередом. Я приглашаю вас, с чемпионов господицы, команду на север, и добро пожаловать в уроки. Спасибо большое. Так, смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Что-то у нас не было. Толктуру. Всем опытом гостей с виноградом. Билеты на форум. Можно купить в коридоре. У Марины, Матюниной. Они назовутся. Билеты на форум. Билеты на форум. 13 марта. Билеты на форум. Билеты на форум.